Стоп, ВИЧ, СПИД Стараемся проводить очные мероприятия, конечно же, и охватить побольше молодежи с целью больше информировать молодежь и донести всю информацию о путях передачи ВИЧ-инфекции, о мерах профилактики для того, чтобы молодежь была защищенная, а владев данной информацией, могла защитить себя от заражения данной ВИЧ-инфекцией. В этом году, в связи с тем, что нельзя массовые мероприятия проводить в связи с распространением коронавируса, мы проводим все в онлайн-режиме. С 11 по 16 мая на различных онлайн-платформах, таких как Microsoft Teams и Zoom, организаторы проведут лекции, тренинги, круглые столы, вебинары и кураторские часы, направленные на профилактику заболевания. Также в рамках акции любой желающий может выложить в социальных сетях фото или видео с красной ленточкой под хэштегом StopVichSpeed. Так каждый из нас может выразить поддержку людям, оказавшимся в сложной ситуации. Будут также просмотры фильмов, обсуждения, то есть интерактивные фильмы, различные вебинары с Республиканским центром по профилактике борьбы с ПИД и инфекционным заболеваниями сердца здравоохранения Республики Петташтан. Мы как раз от четверг, 14 мая будем организовывать вебинар обучающий для того, чтобы обеспечить информирование защиты от ВИЧ-инфекции и пропаганду здорового образа жизни. Также будут рассмотрены, скорее всего, и вопросы толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным. Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Подробная информация размещена на официальной страничке ВКонтакте «Психологическая служба КФУ». Здесь можно узнать о программе предстоящего вебинара, а также пройти по ссылке для просмотра. Вирус иммунодефицита человека является одним из наиболее опасных заболеваний. В настоящее время вакцины против данного вируса нет. Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом создал платформу, где размещена вся информация о вирусе. На ней можно задать все интересующие вопросы и пройти анкетирование. Переходи по ссылке, которая указана на экране. Диана Шеленкова, Универньюс.